Проект, большая часть участников которого присутствует сегодня на этой конференции, посвящен Рыбницкому Рэбе. Это проект, поддержанный Еврейским музеем Центра Холерантности. Мы работаем над ним уже второй год и планируем издать большую книгу сборных, в которые войдут наши работы. Сегодня я хотела бы, мы с Натацией решили сделать такое совместное выступление, говорить про два аспекта этой темы в связи со смехом и юмором. Я очень надеялась, что будут еще доклады про юродство, как такой аспект юмора, смеха, но что-то как-то никто не подался. Поэтому мы попробовали рассмотреть нашего персонажа, Хаймзанвала Абрамовича, с точки зрения его восприятия как юродивого в еврейской и нееврейской среде. Я, с одной стороны, это то, о чем буду говорить я, а с другой стороны, вот эпизод насмешки над святым, над праведником, над садиком. Это то, о чем будет говорить Наташа, но она подробнее так говорит. Значит, да, мы опираемся в нашей работе на разные определения, которые есть в русской филологической традиции, исторической. Прежде всего, это книга Сергея Иванова «Культурная история юродства». И вот определение, которое он там дает, мы будем использовать, потому что он очень нам подходит. Это прежде всего некоторый человек, который публично символирует сумасшествие. И юродство – это только в том случае, если свидетель смотрит за это не просто душевное здоровье или сугубую нравственность, но еще и некоторую особую мотивацию, отсылку к иной реальности. Вот здесь действительно в случае с нашим Рэбе есть такая похожая очень вещь. Мы сейчас будем рассматривать примеры. Второй момент – это определение Лихачева-Панченко из книги «Смеховой мир древней Руси», где юродивый – это тоже дурак, это человек, который живет в своем мире, не являющийся обычным смеховым миром, но смеховой мир юродивому близок. Это правда, да, то есть он вызывает насмешки, смех, некоторое такое издевательство над ним. И еще один очень важный момент – это то, что юродивый мир его древний планов. Для невест он смешной, для понимающих особенно значительно. Вот в этом смысле Хайнзану, конечно, лидирует, потому что он действительно все, как он себя ведет, кажется профаном, смешным, непонятным и странным, но при этом, если мы возьмем во внимание его какую-то систему координат, хасидскую, да, то тогда все встает на свои места, и мы понимаем, для чего он это делает, то, что он занимает окружающий. Ну, вернемся к нашему герою – это Михаил Занвал Абрамович, который родился где-то в Бессарабии, вероятно, в Паташанах. Возможно, в 1896 году, по крайней мере, так оказалось, он указан в паспорте, был в России. Вот, и прожил он 100 лет, около 100 лет. С 40-х годов он оказывается в Рыбнице, во время войны он оказывается там в гетто и остается после войны до 73-го года, когда уезжает сначала в Израиль, потом в Америку, и в Америке уже умирает. Нас интересует, ну, собственно, рыбницкий его период, момент, когда он прославился, когда он стал называться Рыбницкий Рэба. В Рыбнице он живет вот с 41-го по 73-й год, и совершает там удивительные поступки, выделяется очень своим поведением. Главное, о чем рассказывают абсолютно все жители Рыбницы, которые видят современники, это то, что он ходит на реку и купается там в любое время года, дальше там купается в разном виде, например, в голом виде, или что он просто вот зимой обязательно каждый день он должен разломать его, чтобы бухнуться. И еще очень удивительный и очень такой смешной момент для окружающих, это то, что когда он возвращается, если ему перейти дорогу, он опять уходит купаться. И вот вся Рыбница разлетается тем, что переходит на дорогу, в основном подсовывает еврейских женщин, детей и прочих. И вот он каждый раз, выходя, должен обратно возвращаться в лютый мороз, опять снова окунаться в Нестор, чтобы, значит, ритуально очиститься. Вот эта вот ритуальная чистота как раз почти не фигурирует в рассказах, когда он кажется смешным, потому что это кажется непонятно. И интересно, что даже евреи, которые рассказывают вот этот эпизод, они используют другой глагол для, собственно, этого процедуры. Есть глагол «тайвум», «тайвум» – окунаться, как в микву, собственно, вот то, что он проделывает. А они это воспринимают как боднзих – купаться. Просто купался он, моржевал. Вот. Ну вот, это как-то две части нашего доклада. Я подобрала несколько очень интересных, на мой взгляд, примеров из разных сборников, из агеографических материалов и из наших экспедиционных. Вот есть такой сборник рассказов, вышедших не так давно, в 2018 году. Это сборник агеографических текстов о Рыбницком Рэбе, о чудесах, которые с ним случались, которые собрали в Америке его потомки, последователи, ученики. Тоже такой вот как бы сбор материалов о Рэбе, иногда безымянный, в данном случае безымянный. Но, в общем, тем не менее, как ссылаются составители, это были результаты телефонных разговоров, и точно все было зафиксировано, записано, расшифровано. Значит, один благочестивый еврей, тут важно, что есть термин фрумаид, благочестивый еврей, искал у кого праведного еврея, Эрлихер, и он становится в России. Эрлихер, это уже скорее такой чудотворец, Рэба, которого все знают, некоторый такой особенный человек. Ему сказали, что в этом городе праведных нет, но есть один фрума, благочестивый, на окраине города. Только он мишугенер, сумасшедший, и вы не захотите с ним иметь никаких дел. Почему? Что он делает? Он ходит на реку в мороз, рубит лед и купается. А, говорит фрумаид, такого еврея я ищу. И он приходит к нему в дом, на окраину города, видит человека, сидящего за трехногим столом, за чтением горы, и там мало еды, но с ним поделились тем, все, что было. И этот еврей на окраине города, и был Рэба еще до того, как он стал здесь. Мы не знаем, когда записана эта история, от кого, какой контекст, и вообще рыбница ли это, но вот здесь интересно, что даже евреи, очевидно, считают его сумасшедшим, потому что не понимают его, и потому что он ходит на реку в мороз, рубит лед и купается. Вторая история, которую тоже мы приводим, мы можем найти в этих книгах, немножко более интересна, потому что она цитирует «Прямую вечер», то есть как бы, как он сам воспринимал себя, воспринимал ли он себя еродивым или притворялся, и вот здесь очевидно, что он притворялся. Спрашивали Рэба в Америке, как же он вытерпел русских злодеев, решаем, ведь вот Скуляна Рэба претерпел столько ударов, сидел в тюрьме, в смысле, как его не взяли, так он остался цел, почему его не посадили в тюрьму, что с ним происходило в России, спрашивают его в Америке. При этом Скуляна Рэба был не в Америке, а в Бухаристе, ну не важно, я все делал с мудростью Митхохме. У меня была маленькая торбочка, в которой я держал Сидур Тфелин и маленькую Сейфер Тору, и я выглядел, как сумасшедший дурак, Мишугинер Нар, который крутится, и никто не знал, что я делаю. То есть он притворялся, сознательно притворялся сумасшедшим и делал это с целью избежать властей и какого-то вообще с ними взаимодействия. То есть некоторым образом сознательно симулировал эту самую сумасшедшую. Ну есть еще несколько таких прямых, очень любопытных о нем указаний. В городе Каменка, это соседний с рыбницей городок, местечко, его называли Хаймобермишигенер, то есть уже просто вот не Хайм Занвул, не Рэбе, не каким-то более таким почетным термином, а просто Хаймл сумасшедший, причем уменьшительно, Хайка, Хаймл, в общем, диминутива. Потому что если он шел и встретил женщину, он возвращался домой, и говорили, Хайкер Дермишигенер, Дермишигенер, Дермишигенер дурной. Между собой так его называли, не те, кто жил с ним близко, но те, кто по него слышал, вот уже воспринимали его довольно странно, ну и еще менее так диминутивно, но все-таки он был несчастный, все его презирали, он был такой, не такой, как все, ходил в черной мантии с бородой, для нас казался странноватым. Вот еще одна романка Деркерлера в 2006 году, когда рассказывая на Идише про него смеется, то есть она не говорит, что он сумасшедший, но ей смешно, вот она рассказывает эту историю, для нее это прям повод смеяться, как он бежал обратно, если встречал женщину и еще раз совершал омовение. Но не менее стеснительно, они прям сразу рассказывают, что пошел придурок, так вот про него говорили, интервью Анны Пушковой, в такси, он ходил зимой в трусах с длинной бородой, не был лидером, просто был придурок, говорит украинец, который живет в этой рыбнице. Почему его так называли? Значит, он от всех отличался, он типа неадекватный, непонятный, но его не трогали, не дразнили, блаженный и блаженный. Он прям употребляет слово блаженный, определяя его как раз как нашего такого полусумасшедшего, но при этом без какой-то святости, без какой-то роли в обществе, он не был лидером, не был какой-то личностью, вот так наш информант узнал. И еще, конечно, такая очень интересная гихотомия про одного и того же человека в одном и том же городе. Один говорит, что по поведению он был как князь, очень гордый человек, худой, высокий, с высоко поднятой головой, свято верующий, чтил все традиции, спал на углях. То есть вел себя странно, но при этом гордо, с высоко поднятой головой, и князь, а другая рассказывает, что вот он все время просил, встанет у дверей и просит, можно я приду, можно я приму, приду, миньян он просил, тоже боялся. В Америке он был главный раввин Америки, а тут он научился, там ему все удобства, он ходил как нищий, спешно опущенный головой, приходил, спросил, пожалуйста, придите там. То есть вот прямо так раздваивается его образ на высокий и низкий, с высоко поднятой головой, с низко поднятой головой, он униженный и он гордый, и это одновременно, то есть это как бы его личность, она воспринимается одинаково, в один и тот же момент, таким разным образом. И очень важный момент, это как его называют, имя святого, как к нему относятся, и здесь очень много интересных особенностей, как его называли, как он вообще относился к терминам. Первая история не про него, а про его учителя, и вот он уже в Америке с своим Габаем, Моши Цвиберковичем, который его спросил однажды, как звали Штифанежского Рэба, его учителя. Мать Авром или Авром Матати? Матати Авром или Авром Матати? Ну, он как бы просто по-человечески спрашивает его по своему учителю, у него двойное имя, какое первое, и забыл добавить Рэба. Забыл, бросил на него резкий взгляд и дал ему болезненный тычок, сказав, что нельзя называть Рэба просто по имени, не без титула. Потом он извинился и объяснил, что не смог стерпеть, чтобы имя святого Рэба кто-то произносил без титула. Да, там есть разные варианты титулировки, Адмор, там Рэба, как угодно, но вот не просто по имени. То есть правильно в хасидской среде называть учителя правильным именем. При этом абсолютно все американские евреи подчеркивают, что в России русские евреи называли Хаймзанвелла без термина Рэба, без термина Адмор, просто по имени, как какие-то дикари. И вот одна из историй, что там в Сигете, что русский еврей воскликнул Рэба на его языке Хаймзанвелл. То есть он бедный, не может сказать Рэба, он может только по имени сказать, но вот на его языке Хаймзанвелл это Рэба. Он Эрлихер и вот этот великий Эрлихер и честный еврей, праведный еврей. Некоторые вспоминали его жизнь еще до России, когда он жил, видимо, в Штифанештах, торговал яйцами. Это такая более ранняя история Юлия Ксимбур описывает. И, значит, услышал кто-то, что приехал Рэбим из Рэбницы, они обрадовались Занвелл, который торговал яйцами, который учился с нами, обрезал наших детей. Вот они так обрадовались Занвеллу. То есть тоже одно имя, даже вот не Хаймзанвелл. Ну, в Рэбницких информантов иногда это замечательно звучит. Хамзанвелл мы его звали, это просто как священник, такой титул, имя, имя я не знаю. Вот они и думали, что Хамзанвелл это обращение Рэбов. Ну, к кому-то обращаются там Драйв желаю к спецнему, а к этому обращаются Хамзанвелл. Вот. И вот такой очень тоже яркий пример. Это на иврите сборник Святой Равин нашей из Рыбницы, самый ранний из наших сборников географических. Текст на иврите с кусочками Идиша. Особенно выделялось это в прежние годы, когда он жил в городе Рыбница среди простецов и малообразованных людей. Несмотря на то, что они знали его величие, силу и способность палитными творить чудеса за братьев евреев и любили его душой, не отказывали, не оказывали ему всей почести, которую он заслужил. Они обращались к нему просто товарищ Хавер. Так, что все жители города звали его по имени Хайм Занвилл, даже не прибавляя Рэбе. Видите, кошет. Потому что можно было бы сложно Рэбе, но они даже кошет не прибавляли. И несмотря на это, нравилось Рэбню, что не отбирают у него славу и почет. Шело, Хелкуло, кого-то, яка. То есть, вот то, что его так умоляли, он понимал, что это унижение. Он знал, как нужно обращаться к Рэбе. Вот своего учителя, штифанежского Рэба, он называл только Рэбе и давал тычка молодым, которые, значит, забывали это. Это большой почет. А когда к нему обращались Хавер, он радовался, что не отбирается у него слава и почет. Это дополнительное унижение, которое он на себя накладывает. Вот он посыпает себя залой, вот он постится, вот он делает разные другие аскетические практики. И в том числе, то, что его хасиды не называют его правильно, это ему дополнительное унижение, которое обращается в плюс, в дополнительный почет для него. Поэтому он по отношению к ним вел себя как Хавер на Эманду, верный товарищ. И он к ним относился по товарищу. Это действительно очень часто подчеркивается, что с русскими евреями он был невероятно близок, в отличие от американских и израильских, с которыми он выстраивал отношения великим учитель и все остальные. А с русскими времен общался с русскими декорацией. Извини, но они же еще и не понимают, что слово Хавер в советской стране что-то значит. Да, не понимают. А может, понимают, тут не очень понятно. Вот. Я, пожалуй, закончу на этом передам Наташе. Единственное, что маленькое, вот последнее такое замечание. Иногда его аскетические практики, которые он демонстрировал, вызывали изумление не только у профанов у евреев, которые не были знакомы с какими-то еврейскими просто вариантами. Ну ладно, Наташа, ты запустила, хорошо. Вот. Но и даже вот те, кто говорил, что видел, как Рэба молится, приходили в изумление, что у него текут слезы по лицу, когда он молится каждый вечер, каждую ночь в исправлении мира, что он стоит, согнувшись коленями, голову держа ниже колена и в таком состоянии проводит часы. И вообще ведет он себя даже для хасидского цадика, странно, экзотично, экзальтированно и так далее. То есть вот он вызывал такое ощущение странности, непонятности даже среди уже своих последователей американцев. Вот. Теперь мы переходим во вторую часть нашего доклада. Наташа расскажет про смех над ним. Всем добрый день и продолжая тему восприятия рыбницкого рэба в контексте юродства и юродствования, я хотела бы обратиться к тем эпизодам, где над рэба смеются и обсудить, как это вообще происходит, в связи с чем над ним смеются, об этом уже упоминала Маша, ну и кроме того, посмотреть, чем заканчиваются эти истории насмешек над рэба. Но опять-таки в монографии Сергея Иванова есть довольно интересные рассуждения о том, вообще, насколько вот в контексте юродства смех был обязательной частью того, что юродивы как бы не только сносил, но и в общем-то провоцировал. То есть часть юродства это своим поведением вызывать насмешки, вызывать обиды, вызывать даже иногда агрессию. И то, что юродивы терпят агрессию насмешки, это часть некоего его образа и в какой-то степени его подвига и родства. Однако встречаются эпизоды, в которых юродивы не может стерпеть насмешек. Это гораздо более редкие, менее частотные случаи. Ну вот я привожу один из таких ярких примеров. Это я заимствую как раз из монографии Иванова культурная история юродства. Фрагмент история о Андрея Цереградском, который предсказывает здесь не провоцирует он это наказание, он как бы урезонивает насмешников в качестве насмешников выступают юноши. Это важно будет и для нашего эпизода. Вот урезонивая их, он им предсказывает, что их побьют стражники. Причем интересно, что это такой принцип Толеона, потому что его побивают юноши, а он предсказывает, что с юношами будет то же самое. И дальше там довольно интересно, они обсуждают после того, как их побили стражники, почему же вот этому ненормальному безумцу удалось так предсказать будущее, и они обсуждают, откуда ему было дано это знание, дьявол или от Бога. Ну и вот показателен такой эпизод, такая формулировка. Нет, я думаю, что Бог отплатил нам за то, что мы этого безжалостно побить. То есть некая насмешка и даже агрессия в отношении Еродиева порождает равновеликое наказание. Конечно, это такой общий фольклорный мотив, и вот в классификаторе Арне Томпсона есть, выделяется он под номером М411-8, и для нас еще важно для разговора о насмешках над Рыбницким Рэбе еще один такой тоже повторяющийся мотив исцеления некого такого забирания проклятия, то есть аннулирования проклятия и определенного спасения, которое в этом случае исходит от святого человека в общем или вот конкретно в нашем случае это уже частный пример исходит от Рэба, от Равина. И если отойдя от общих фольклорных представлений и мотивов перейти уже к еврейскому контексту, то здесь, конечно, сразу на ум приходит довольно известная библейская история о Элише, пророке Елисея. Это история в четвертой книге царства, в самом ее начале рассказывается и она обычно приводится как пример такого чрезвычайно жестокого поведения пророка. В этой истории тоже фигурируют отроки, юноши на Рим и эти юноши выходят из города, чтобы смеяться над пророком. Причем они его дразнят, называя, обзывая плешивым. Почему пророка это так оскорбило, довольно трудно нам понять из контекста, но, видимо, этот эпизод связан с первой главой четвертой книги царств, где рассказывается, что учитель Элише был чрезвычайно волосат, бородат, и, возможно, здесь юноша дразнит пророка, а ты на самом деле не такой крутой, как твой учитель, то есть на самом деле ты вот такой плешивый и нами ты не уважаем. И пророк, вместо того, чтобы это все безропотно сносить, он их проклинает именем Господнем, и вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Ну, ребенок здесь понятно, что это все-таки все же не дети малые, это скорее такие молодые хлопцы. Вот здесь иллюстрация как раз поддерживает эту интерпретацию, и, естественно, что для нашего разговора этот эпизод важен в том плане, что, естественно, он был хорошо известен еврейской аудитории. Это некий образец, который, вероятно, присутствует в контексте рождения истории, к которым мы переходим. Я буду анализировать один эпизод в разных изводах. Этот рассказ я постараюсь вам презентовать. Это история о парализованных мальчиках. Эта история связывается вот с моделью поведения, описанной Машей. Такой странной странной особенность Рэба такая абсолютно непонятная и даже комическая, что он ходил совершать омовение на реку и каждый раз, когда он возвращался от реки, если ему встречались дети или женщины, он должен был снова вернуться, потому что он считал, что он ритуально сквернился, ему нужно снова ритуально очиститься. И вот этот стандартный, его действительно все вспоминают, то есть как только заходит речь о Рыбницком Рэба, то все сразу без всяких подсказок начинают рассказывать, что он окунулся в реку, и как правило большинство информантов вспоминает сразу, что были над ним такие шуточки злые, насмешки. И вот я хотела бы начать с литературного изложения этой истории Люксембурга в созвездии Мордыхая за много лет до того, как я стал к нему приезжать, у Рэба были неприятности, особенно у реки. Иногда купались там пацаны, кидали в Рэба камни, кричали ему оскорбления, и Рэба не мог терпеть этого больше, в один прекрасный день решил прекратить. Решел он на Днестр, и набросилась на него группа пацанов с камнями. только собрались его атаковать, как он обернулся к ним, посмотрел в упор, это тоже очень важный элемент этих историй, взгляд Рэба. Вообще взгляд Рэба, он часто фигурирует в историях о Хаймзангле, иногда он исцеляет, иногда он сообщает будущее, такой пророческий взгляд, но вот здесь это взгляд, который проклинает. И произнес несколько слов шепотом. Тут же вся эта группа окаменела, а у тех, кто замахнулся камнями, руки парализовала. Так они оставались там, пока не явились их родители, не растащили их по домам. Но они не могут идти, они как бы вынуждены их переносить, как такие картонные фигурки. Паралич же у этих подростков никакие врачи не могли снять. И тогда те гои, что были поумнее, велели, чтобы родители явились к Рэбе, а если можно, то вместе с сыновьями всеми силами вымаливали у Рэбе прощение. Только он может это сделать, отменить их паралич. И так оно и было. Пришли, валялись к Гои у Рэбе в ногах, и Рэбе снялся детей заклять. Здесь такой вполне очевидный рассказ. Он полностью закончен. Здесь есть все выделенные части, которые встречаются в той или иной степени, в некоторых историях редуцированы, но тем не менее в рассказах о парализованных мальчиках. Некий зачин истории это юродство Рэбе, то есть повод для смеха, дальше смех, и некая расплата за смех, наказание, и дальше вот последняя часть, последствия этого смеха. И я хотела бы обратить внимание на то, как описывают последствия именно, то есть что следует за проклятье. И мне кажется, что здесь при анализе этих эпизодов очень важно обращать внимание на язык и на аудиторию, которой адресован этот рассказ. Первые два примера сейчас представлены на экране это фрагменты интервью. Вы видите, что эти интервью были даны на русском языке. здесь нет никаких вкраплений идиша и, соответственно, это адресовано нам как информант. Адресатами являются исследователи. Первый эпизод он начинается с, мне кажется, это тоже важная деталь, с того, что информант упоминает, где жил Ребе и называет его фамилию. Жил на улице Войкова Абрамович. И дальше он, собственно, рассказывает историю о парализованных мальчиках. Он, как раввин, ходил на Днестр купаться, а зима он делал полынью два-три раза и ныряет. И если ему кто-то перейдет дорогу, он вынужден был возвращаться и окунаться снова. И как-то ребята баловались. Один раз вернулся, второй раз вернулся, потом он что-то сказал и этих мальчиков парализовал. «Они делали это на зло», подчеркивает рассказчик. И дальше совпадающая со свидетельством Люксембурга деталь, что потом родители пошли к Рэбе, просили его, умоляли отменить это наказание. И он что-то опять пробормотал, здесь фигурирует не взгляд, а какая-то тайная речь, что-то, что Рэбе говорит шепотом и впоследствии дети оказываются парализованными. И здесь он тоже что-то шепчет, пробормотал, их отпустило. Он как волшебник был. Ну, естественно, в глазах информанта это выглядит как такое чудо-волшебство. Сначала парализованные мальчики, потом они снова становятся здоровыми. И вторая история. Здесь тоже я хотела бы обратить внимание на наличие таких конкретных как бы бытовых деталей. На мой взгляд, эти истории информанты представляют как реальные за счет насыщения их такими конкретными подробностями, как, например, где жил Рэбе или в истории, к которой мы переходим, здесь фигурирует конкретный доктор, его фамилия даже здесь упомянута. Но зачин опять же про насмешки. Бегали они за ним, коим, неевреи, кидали в него камешки, он повернулся к ним, что-то прошептал, их парализовал. И дальше вполне нормальная реакция советского человека. Заболел, нужно обратиться к врачу. Так они делают и идут в поликлинику, больницу, и Зонис, там некий врач, о котором есть даже подробности, что он потом переехал в Кишинев, главврач Рыбницкой районной больницы, он, естественно, еврей Зонис. посмотрев на мальчиков, расспросив, собрав анамнез, он сообщил, что он ничего сделать не может и им нужно вернуться к Рыбе и просить умолять, чтобы Рыбе их простил. И говорит, идите к тому, кто это сделал, они пошли к Хаэмзамбову, просили его страшно, ну, и ребята стали бегать. Он ничего специально не делал, понимаете, как, да, то есть здесь тоже интересное окончание, что это все происходит как бы естественным путем, Рыбе ничего особенного не делает, он просто что-то прошептал один раз, что-то прошептал другой раз, и эти юноши исцелились. И теперь перейдем к описаниям то есть это один такой интересный уникальный пример, на который я хотела бы обратить внимание, потому что это интервью Цви Гирша Гиржоя, интервью данной собирателем, соответственно, мы имеем возможность сравнить это интервью с уникальной дублирующей историей уже в одном из сборников о географических. И как я постараюсь показать, здесь есть очень важные изменения сюжета. Зачем и, собственно, развитие истории традиционно? Опять же, некий нееврей кинул камнем, попал в шляпу Рэбе, когда он шел, но здесь не фигурирует Миква, он шел, может быть, из Миквы, читал псалмы, я, правда, у него не уточнял, что он читал, но, судя по всему, читал именно это. Когда камень попал ему в шляпу, он остановился, повернулся, посмотрел на него, тот сказал, ой, за ногу схватился, этот ушел спокойно дальше. И тут этот мальчик, у него нога заболела, значит, мать вышла к нему и стала его ругать, это же Рэбе, нельзя в него кидать камни. Я, к сожалению, не знаю, что было дальше с его ногой. Совпадение это или нет, но я сомневаюсь, что это совпадение. Я видел, что Рэбе посмотрел на него и у него с ногой. Здесь показательно при, опять же, практически полном совпадении традиционных частей этой истории в финале нам непонятно, какие были последствия у проклятия. Я не знаю, что было дальше с ногой. И интересно посмотреть на то, как эта же история рассказывается этим же человеком, но на идиши. И этот фрагмент, этот рассказ, он входит в сборник географически посвященный Рэбе. «Однажды шеегицы кидали камни в Рэбе, когда он совершал омовение в реке. Когда Рэбе вышел из реки, он поглядел на них и одного из них парализовал. Таким он и остался на всю жизнь». Здесь последствия уже глубоко трагические. Здесь очевидно, что это действие необратимо. И я бы хотела обратить внимание на то, как меняется завершение этой истории в рассказе, направленном вовне, к такой незнакомой аудитории собирателей, и как эта история трансформируется, когда она рассказывается для общины, для своих. продолжая и в доказательство тезиса о том, что язык имеет значение, я привожу несколько, мы приводим несколько примеров, которые записаны, соответственно, на иврите и на идише. То есть не записаны, они уже опубликованы в одном случае в географическом сборнике, в другом случае это газета о Шавуа, изданная в Мигдалии в 95-м году. В первой истории конец также трагический. История записана со слов Якова Хайма Ратнера. Опять же, молодой нееврей кинул камень в тот момент, когда Рэбе шел на реку в Мигву. Рэбе посмотрел на своего обидчика и сказал, этот гой больше никогда не сможет бросить камень. В тот же вечер стало известно, что мальчик утонул в той же самой реке, где окунался Рэбе. Здесь опять же наказание, вот как в истории Андрея Царьградского, построившиеся по принципу Толеона. То есть Рэбе идет окунаться, мальчик кидает камень и после этого сам мальчик утонул в реке, куда Рэбе сошел окунаться. Здесь история еще более драматически завершается. Здесь не ребенок остался парализованным, ребенок и вовсе утонул. Другой эпизод, то есть вообще в принципе все сюжеты, связанные с омовением Рэбе и с насмешками над Рэбе в тот момент, когда он окунался или в тот момент, когда он шел из миквы, они связаны и нам были рассказаны в городе Рыбница, где Рэбе прожил большую часть своей жизни, ну, по крайней мере, самую значительную часть своей жизни. И в этот и вот следующий эпизод представленный, это тоже важное для Рэбе пространство, Закарпатия, куда он часто ездил, к нему из Закарпатии часто приезжали. И вот следующий эпизод он помещает этот же сюжет, но на другую территорию. Здесь нет мотива миквы, здесь есть мотив собравшихся вместе за столом членов общины, уважаемых людей, и в окно влетает камень. Евреи, которые столпились на улице, рассказали Рэбе, что это один маленький шейгец кинул камень снаружи. Равин тот же сказал, он больше никогда не сможет бросить камень. Шейгец пошел домой, упал на пол, здесь есть тоже элемент прошения, родители Гои пришли в ужас, ушел ребенок час назад здоровый, как бык, вот лежит на земле. Отец ребенка побежал к Рэбе, упал на землю и горькими слезами умолял Рэбе простить его. Но Рэбе, который обычно был очень милосерден к евреям, отказался слушать, сказал, что он уже не будет бросать камни, нет у него больше надежды. И финал просто шокирующий, через три или четыре часа подох шейгец. То есть здесь используется такое грубое слово, которое даже он не умер, он просто как животное издох. Опять-таки аудитории этого рассказа являются свои, является хасидской общиной. И здесь мы видим, что рассказчик не стесняется в выражениях и в том и в другом эпизоде усиливается трагизм ситуации. Это уже не парализованные мальчики, а мертвые мальчики. Мальчики, которые смеялись над Рэбой, поплатились жизнью. Ну и вот очень интересный с точки зрения опровержения того, о чем я сейчас сказала, с одной стороны эпизод, потому что это, опять же, из нашего архива, это интервью, записанное в Рыбнице, где этот эпизод практически весь был рассказан на русском языке с небольшими вкраплениями на идиш, что как раз может быть таким косвенным свидетельством, что все-таки информантов в данном случае, информант воспринимает собирателей как отчасти своих, то есть, по крайней мере, способных понимать идиш, это не совсем внешняя аудитория. Здесь история, сам сюжет с насмешкой несколько меняется. Здесь появляется утопление одежды Рэбе. Рэбе окунался, естественно, без одежды. Рассказывают, что он снимал одежду, складывал ее на берегу и дальше шел в Днестр. И вот однажды мальчик один кинул его одежду в воду и некий еврей, извозчик Бурах, проходя мимо Хайма Зангла, спросил «Вус из Геворн, что случилось? Хайм Зангл, чему вы стоите голым?» И Хайм Зангл ответил «Кинули мои одежду в воду, чтобы этот мальчик, кто кинул, так же утонул, как моя одежда». Опять же, это равно великое наказание. Я стоял голым после миквы, соответственно, в этой микве, в этой воде, в этой реке утонет тот обидчик, который бросил одежду в воду. Три дня проходит, и мальчик тонет. Показателен финал. «Гевен агот менч». Он говорит, что Хайм Зангл был человеком божиим. Это очень важное на самом деле именование для цадика. И оно, как мне кажется, снова обращает нас к библейскому, не сказать первоисточнику, но некой библейской легенде, которая могла влиять на рождение подобных сюжетов. Потому что «Гот менч» – «Божий человек» – это традиционное название для пророка, и оно очень активно используется в рассказах о Илье и Ильише. Именно так эти пророки в тексте маркируются. То есть он такой божий человек. И чем доказывается, что он божий человек? Что он способен на проклятие, которое через три дня эффективно реализовалось. И он такой верующий был, что передать нельзя. То есть для информанта это совершенно нормальная ситуация. Более того, то, что ребенок в конце умирает, это доказывает истинность, святость человека, который способен такое чудо совершить. Ну и естественно, что здесь не только библейские сюжеты могли повлиять на появление подобных нарративов, нашего мотива о парализованных мальчиках. Здесь возможно увидеть влияние классических хасидских историй, главным образом историй о беште. И времени остается мало, поэтому я не буду эти истории подробно разбирать. Это похожие сюжеты. Здесь также фигурирует кидание камней. В данном случае бешт едет на телеге, украдкой, специально схоронившись, чтобы попасть в кровину. Ребенок бросает в него камень, причем очень сильно бросает, бешт идет кровь. И на обратном пути уже бешт видит, что этот мальчик прилип к земле и врастает в землю. Он увидел этого мальчика, сказал, больше не бросай камни в евреев. Мальчик кивнул, потому что уже, видимо, практически весь был погребен под землей и случилось чудо. Какое чудо здесь нам не рассказывается, однако есть похожий эпизод, тоже история о беште, когда есть прямое совпадение с сюжетом о рыбницком рэбе, Бал Шемтов совершает омовень. Омовень и бешта тоже очень важный мотив истории о беште и тут нет времени говорить, но вероятно вот эта модель цадика совершающего омовения повлияла в том числе на модель поведения рыбницкого рэба. Так вот, Бал Шемтов совершает омовение, необрезанные парни, то есть опять же шейги цыгой, бросают в него камни, целясь в голову. И повернулся к ним, рабе лицом, взмахнул руками и сказал что-то. Опять некие тайные слова, которые никто не слышит, но они возымели действия и гои убежали, кроме одного, который продолжил это нечестивое занятие. И как только исройлки, здесь тоже уменьшительный димнатив используется, не называется бешт здесь рэбе, он называется исройлки, вот он махнул рукой и разверзлась земля и стала поглощать этого ребенка. И тут горожане идут не к Зонису, а идут они к Ксензам и идут спрашивать, что делать и Ксенс отвечает, что нет мне спасения, разве что просить рэбе сролки, чтобы он простил меня. Так и сделали. Пришел ко мне рабе, досхоронится память о нем в грядущей жизни и сказал мне, будешь еще задираться, я заплакал и стал просить его, чтобы простил он меня и обещал ему всегда творить добро Израилю. Он взял какую-то шапку, надел мне на голову, вот эта шапка, стащил ее с головы старик. В начале истории фигурирует этот старик, который сидит в шапке заношенный, совершенно заплата на заплате, и вот это оказывается шапка Бешта, которой он спасает, собственно, спасает юношу провинившегося, и этот эпизод заканчивается в общем-то хэппи-энд, и этот юноша, вырастая, продолжает творить добро Израиль, такой не только хэппи-энд, но еще и педагогический элемент, вот как из юдофоба антисемита сделать филосемитом. И, ну, подводя итоги, я, мне досталась роль подводить итоги не только по своей части, но и по Машиной части, мы видим, что с одной стороны, как и свойственно образу Еродивого, есть такой сплит разделения, для посвященных то, что делает Еродивый, это священное действие, он готс мэнч, он божий человек, а для непосвященных это безумие, это какое-то девиантное поведение, над которым можно и нужно смеяться. Вот эти вариации истории о парализованных мальчиках, как я попыталась показать, они, соответственно, зависят от языка и аудитории, к которой обращен нарратив. Чем более для своих рассказывается история, тем более такой радикальной, брутальной она становится. для внешне неподготовленной аудитории и если эта история рассказывается не членами хасидской общины, обычными жителями рыбницы, как правило, характерен хэппи-энд, парализованные мальчики, прощены рыбы и становятся снова здоровыми. И, что, в общем, вполне естественно для еврейских сюжетов, эти истории юродства рыбы и мотив смеха над рыбы находят параллели в библейских и, конечно, хасидских историях. Спасибо за внимание и мы будем рады ответить на вопросы. Сейчас я выключу демонстрацию. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Вопросы, 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 вопросы. У меня вопрос, раз никто не хочет задать вопрос, а я очень хочу. Скажите, пожалуйста, Наташа, вот финальный ваш вывод о том, что насмешки приводят к беде. В сущности, мне кажется, это не совсем так. Просто смех, ну, там, вот, идет странный человек, мы увидели его и рассмеялись. Это дело житейское, терпимое, ни к чему плохому не приводит. Все-таки, мне кажется, к параличу, к провалам земли и так далее к утоплению приводит насилие физическое, да, то есть, ведь на самом деле, когда кто-то в кого-то кидает камнем, ну, ребенок особенно, да, он же не имея, никто не думает, ну, все-таки нравы простые, уж никто не думает, что это камень, который там прилетит откуда-то, он вообще говоря, убьет Рэбе, да, ну, все-таки это не похоже на убийство, это похоже на, так сказать, некое издевательство. Одежда, выкинутая в воду, вещь, конечно, чрезвычайно неприятная, но это нельзя квалифицировать как покушение на убийство, правда? То есть, вот тут мы можем сказать, что кидание одежды в воду или кидание камней там в святого человека, это то, что по-английски называется practical joke. Ну, вот там, не знаю, выдернуть стул из-под человека, который садится, он шмякнется, у него синяк, конечно, на попе будет, будем надеяться, что он останется жив. Я бы это квалифицировал не как на смешке, а как, ну, вот издевательство, скорее. Издевательство. Вот они, конечно, наказываются, причем тут очень важен момент, на котором я бы подумал как-то специально, что это наказание оказывается непропорционально. Это не меда, не мера за меру, все-таки от того, что у тебя утопили портки, это, как бы сказать, от тебя в ответ утопили. Это превышение меры, как это называется, необходимой самообороны в уголовном кодексе. Вот тут я бы на эту тему посмотрел, и возникает вопрос, а почему так происходит? Почему издевательство несмертельное приводит к смерти или близко к смерти? Потому что на самом деле вылечил он после паралича или не вылечил, это как он захотел. Потому что, мне кажется, ключ здесь лежит как раз в библейской истории, вот когда мальчики говорят пришивы-прешивы, приходят медведицы и заели этих людей. Дело не в самом Елисея. Это Хиллашем. Это осквернение святости. И тут, собственно, дальше из этого возникает очень важный, на самом деле, ключевой для всей этой истории вопрос. Святой человек Ребе как носитель, собственно, он не себя репрезентирует, он репрезентирует вот идею святости, он носит в себе некую искру святости, и те, кто на него покушаются, соответственно, совершают не бытовое издевательство или хулиганство, а осквернение святыни, осквернение святыни. Вот если человек, например, совершит осквернение святыни, он никого не убил, но он что-то сделал чудовищное с тем, что мы почитаем святым, не знаю, там, с лотарем. Мы с ним дурно поступаем, мы его казним, значит, то есть как бы вот не жизнь за жизнь, не мера за меру, а что-то другое. И таким образом это, собственно, и объясняет нам, почему святой человек святой, потому что он не просто гражданин, то есть оказывается, что вот вы говорите все время о Телеоне, наоборот, здесь как раз законы воздаяния отменяются, воздаяние становится непропорционально большим. Вот мне кажется, что важно. Валерий Аронович. Не поправил, я как бы пытаюсь, это дело-то общее. Да, я имела в виду скорее то, что в контексте наказания фигурирует вот в этих жестких историях, фигурирует, если он совершал умовение в реке, то с таянием становится тоже река. И спасибо большое, что вы обратили внимание. я тоже на самом деле действительно думаю, что вот эта насмешка на цветыне, она здесь имеет место. Так трактуется традиционная история об Иллише. То есть единственное оправдание такого брутального, страшного наказания для юношей, которые вроде бы ничего не сделали, только кричали пляшивы-пляшивы, это что он действует как защитник бога. То есть он выступает персонажем, наказывающим за насмешку над богом. То есть в его лице они поругали идею святости. Да. За что и получили, соответственно. Да, я совершенно согласна, что здесь есть это объяснение, да, оно действительно помогает понять, почему настолько все плохо заканчивается. Причем в историях, адресованных евреям, хасидам, которые понимают вообще, о чем здесь идет речь. Внешняя аудитория не понимает, и то, что сдох шегец, это, в общем-то, отличная пища для антисемитов будет в данном случае. А можно небольшое замечание, это не к самому докладу, а вот именно к этому принципу мера за меру. В свое время, занимаясь моими любимыми ссорами, я обратила внимание на гиперболизированность угрозы. Вот любая угроза, она обещает вообще несусветных бед, там, чтобы тебе повылазило, чтобы там у тебя руки-ноги поломались, очень-очень большое как бы обещание вот этих бед, чего, так сказать, человек, в общем, наверное, не желает. То есть, это вот вербализированная такая гипербола, некой беды, которая может произойти, может не произойти, в зависимости от сюжета, текста, жанра. Но вот гиперболизация угрозы, мне кажется, такая интересная вещь, которая тоже относится к нарушению вот этого принципа Толеониса. То есть, не нужно, я думаю, всегда искать именно каких-то соответствий там по мере того, что сделано, мера того, что обещано, мера того, что произошло. Довбер, вы давно тянете руку, можно вы тоже спросите. Я тяну палец, на самом деле. Большое спасибо, по-моему, поразительно интересный доклад и очень здорово построен. И все очень интересно. и уточнение, которое Валерий предлагает, тоже очень интересно. Я только хочу насчет юродствования рыбницкого раба, я хотел бы предложить и посмотреть вариант эффекта старика Хаттабыча в советской действительности. Я говорю это на полном силене, хотя звучит это смешно. Во-первых, все знают, что старик Хаттабыч его прототип, это, конечно, еврейский дедушка, который говорит Лик Раскалу, Лик Раскалу, Лик Раскалу. Да. Но я имею в виду советскую действительность. И тут это связано с тем фактом, что это уже третий доклад, что мне приходится говорить о различении, о геополитическом различии. И рыбница находится именно на том берегу, где была советская власть еще до революции. И у них советизация произошла очень рано. Поэтому в этом контексте можно исторически понять, почему не лохалкуло кого, то есть не выражали респект к нему, как полагалось традиционно говорить, рэб или рэб. Вот этот момент очень важный. Чтобы понять, я думаю, в историческом контексте. советский человек это такой старик Хаттабыч. А с другой стороны, конечно, есть и внутренний, что уже относится к второй части вашего доклада. Есть внутренний и внешний восприятие. Внешний он, конечно, старик Хаттабыч, а внутренний он выражает настоящую действительность. Та советская действительность, не важно, он лучше прикинется дурачком, таким еродивым. Это то, что сам Хайнзалов говорил. Тут еще есть такой момент, что я только хотел напомнить, это напрямик не относится, это относится к историю с Елисеем. И там действительно говорится о Наарим. Это такой исторический, филологический экскурс. На Идыш есть старая традиция этимологизировать слово нар, которое означает дурак, это германского происхождения, что это действительно нар, потому что молодые, молодые, ну так сказать, мальчики, они дураки. Нар, Шмуэль тоже есть, ее часто переводили Ундернар, Шмуэль, это самый конец истории, прямо перед кончиной, как погиб Саул. И вот такая традиция, но это уже действительно не относится. У меня еще что-то было, но, увы, забылось. Большое вам спасибо. Очень интересно. Еще вот крохотная реплика. Я хотел поблагодарить сейчас Доглера, потому что вот в сущности то, что он сейчас сказал про нар, наар, это замечательная иллюстрация к моему сообщению, ровно об этом я, собственно, и говорил. И Маш, по поводу советской действительности. Вот мне очень зацепила эта история про титулатуру. Есть ведь идея, такая тоже архетипическая религиозная идея в религиозном фольклоре о том, что простец, сам того не понимая, изрекает истину. Значит, Рэбе живет в стране, где люди ничего не знают о еврейской традиции, в Советском Союзе. Они простецы, они, так сказать, в общем, с точки зрения людей, самолюдающих, полуидиоты, что-то вроде на полпути от человека к животному. Но через них, так сказать, как через орудие говорит некая святость, потому что они же в этой стране никто не говорит Рэбе-Рэбе, как полагается у приличных людей. Но там все друг к другу и Рэбе тоже говорят слово хавер, а мы понимаем, что слово хавер – это обращение, которое было дихазаль. То есть в некотором смысле они идиоты, но вот как бы бог о них заботится и они произносят то слово, которое на самом деле значит что-то очень хорошее и важное. Сами того, может быть, не понимают. И это история о простецах, которые, так сказать, сами не ведают, что творят, но, так сказать, таким образом воплощают некие важные смыслы. Вот это, мне кажется, тут нюанс такой. Вот он так и к России относился, судя по всему. Да, да, извините, я сейчас понял, как контраст к советизированной Молдове на том берегу Днепра выступают действительно закарпатские евреи, которые были совершенно не советскими до войны и которые действительно искали рэба себе. вот они вышли, они вывели его на его рабество, на его функцию как рабе настоящего. Вот они не были советизированы, да, не знаю, почему это не произошло с другого берега Днестра, но так, что в Закарпатии это произошло. Потому что бессарабские не были советскими до войны, но до революции они были частью Российской империи, а все-таки подлинная ортодоксия была в Австро-Венгрии, такая уж совсем-совсем, совсем. В этом смысле бессарабские тоже были порчены немножко, так сказать. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо.